Всем привет! С вами Ирина. Сегодня второй день выставки. Хочу показать вам вид сверху. И людей достаточно много. Посмотрите, сколько экспозиций представлено на выставке. Красивый фонтан. Шикарно, ребят. Просто шикарно. Продажа орхидей. Вот я пальчиком вам покажу. Вот начинается вот оттуда. Вот там уголочек. И с этой стороны точно так же вот так вот уголочек. Даже чуть-чуть до вот этих вот дверей. А все остальное это экспозиции. И скажу вам из своего личного опыта. За один день пройти и рассмотреть все растения на выставке нереально. Просто нереально. Для этого нужно потратить действительно несколько дней. То есть один день прийти посмотреть, что продают. пройтись посмотреть по экспозициям. А тогда уже можно будет что-то снимать, фотографировать. Но посмотреть тоже очень хочется. Красота. Действительно красота. И я вам скажу, что это одна из самых лучших выставок орхидей. Из всех тех, которые мы посещали. Очень красиво. С другой стороны зала есть кафешки. Здесь происходит голосование за самый красивый и оригинальный букет. Можно подойти и оставить свой голос за понравившийся вам букетик. В следующем зале вот там тоже есть кафе и продают всяко-всяко-разно. Мы потом с вами тоже туда зайдем и я вам покажу, как совместили интересно выставку орхидей с букетами и заодно еще и предпасхальная выставка. Здесь по вечерам проводят очень интересные тоже мастер-классы, рассказывают всяко-разно про орхидей. Кто знает немецкий язык, конечно, это очень-очень круто посидеть, послушать. Очень интересно, ребят. Мне очень жаль, что я не знаю английский, немецкий язык и действительно даже в некоторой степени немножко даже за это и стыдно. Но я хорошо владею русским языком, хорошо владею украинским языком и чуть-чуть понимаю английский. Ну, что ж, дорогие мои, приглашаю вас посетить выставку орхидей на второй день вместе со мной. На выставке достаточно шумно, поэтому я решила озвучить видео самостоятельно уже дома на компьютере. Я очень надеюсь, что вам понравилось наше предыдущее видео с выставки. Я понимаю, что часовое видео вряд ли будет кто-то смотреть, поэтому приходится разбивать на несколько частей. Видеоматериала снято, ребят, очень много, поэтому мне есть, что вам показать. Растений на выставке огромное множество. Они все разные и все очень красивые. Вы посмотрите только на эту целогину крестату, насколько шикарное растение. просто один восторг. Это круто. Мне вот прям хотелось вам с разных сторон показать и приблизить, чтобы вы могли тоже увидеть всю эту красоту, которую я видела. Благодарю, конечно, вселенную за все возможности, которые она дает мне. Одна из которых это посещение выставки в Германии. Выставка просто невероятная. Растений огромнейшее количество. мне очень нравится экспозиции. Каждый поставщик, кто имеет свои теплицы, кто выращивает непосредственно орхидеи в Германии, либо же приезжие поставщики из Европы и Азии, каждому выделяется место под экспозицию. Каждый поставщик украшает, выставляет свои растения. Посмотрите, какой большой цветок. Очень крутой. Это морковь. Обожаю морковки. я смотрю на эти экспозиции и на секундочку только закрыть глаза и представить, сколько труда в это вложено. Это просто восторг. Какие они молодцы, что делают такую красоту. цветы радуют глаз, поднимают нам настроение. Вот как, например, этот солнечный башмачок. Невероятные растения. Еще не полностью раскрылся. Разнообразие поражает. Просто поражает. Мне кажется, в этом году выставка еще круче, была предыдущая. Возможно, я ошибаюсь, возможно, у кого-то другое будет мнение, но я исхожу конкретно из того, что видела я. Я вижу очень много разных цветов, очень много цветущих, очень много башмачков, всяких разных, красивых. Как на меня некрасивых цветов не бывает. Хотя на выставке мы познакомились с людьми, которые живут в Чехии. Одна женщина из Украины, а другая из России. Они приехали на выставку отдохнуть от мужей. И в разговоре с ними они озвучили, что это самая ужасная выставка, которую они видели. Ну, с людьми не поспоришь, у каждого свое мнение на вкус и цвет. Я думаю, вы знаете, все карандаши разные. для кого-то сахар сладкий, для кого-то он будет горький. Все очень индивидуально, ребят. Я очень люблю орхидеи. Если раньше я еще разделяла, вот фаленопсис это мое, все остальное не мое, то на данный момент у меня нет разницы, у меня нет уже в голове никаких границ. Орхидеи все прекрасны. Суккуленты тоже очень даже тилансии просто невероятные. Посмотрите, какая красота. Здесь собрана вся мелюзга. Это я так называю, ребят, но на самом деле здесь собраны растения, которым нужна немножко более другая температура, немножко другая влажность, чуть-чуть повыше, потому что если эти растения поставить в открытом помещении, как вы видели на экспозиции, то им может не понравиться. Для того, чтобы не травмировать растения, их выставили в этом орхидеариуме. это маленькие цветочки, ребят, вы видели, как я вам показала издалека, и теперь приближенная более съемка, для того, чтобы вы понимали, растения. Какие здесь растения? Внизу живой мох, вы видите, то есть влажность здесь отличная. По стеклам сетки, и на сетках висят растения, их называют блочники. Это просто невероятно, что в одном месте такое огромное скопление разнообразных цветов. Те, кто увлекается орхидеями, тот меня поймет. красавчики, мельтонии цветущие, красавчики, какие невероятные цветы, красота, я старалась максимально в этот раз снимать и название и сами растения для того чтобы вы могли увидеть что это за растение как она называется потому как в предыдущих видео с выставки за предыдущие года вы мне задавали вопросы а что это за растение на такой минуте что вот это за растение как она называется но ребят я к сожалению не запомнила всех растений потому каких очень много очень много и мне хочется все снять я кстати тоже очень люблю просматривать свои видео с выставки потому как в памяти все не отложится запоминается эти эмоции увиденная красота таких масштабах действительно большие масштабы красоты вот чтобы запомнить прям каждое растение но это нужно постараться конечно что выделяется несколько растений которые запоминаются в памяти больше всего поэтому я периодически просматриваю видео особенно когда все у меня цветает и ничего не цветет вот тогда прям так хочется зарядиться вот этим вот позитивом смотришь видео смотришь вот эти цветущие разные красивые орхидеи и мысленно представляешь как цветут мои растюхи и они словно слышат меня пускают цветоносики и радуют посмотрите какая-то красота сколько цветочков на одном цветоносе просто шикарно еще несколько цветоносов но хизис хизис любимчик многих тоже очень оригинальное растение это уже пошли садовые садовые орхидеи уличные красивые кустики красивые растения красивые растения лекасты очень интересное растение просто лысые бульбочки и цветок красавчик красавчик собрали растения с половиной германии для того чтобы показать всю эту красоту я вам обязательно в следующий видео ребят покажу сколько людей что на выставку мы остановились возле непосредственно входа на выставку проход как бы к выставке и я специально достала камеру и включила чтобы вам показать сколько шло людей на выставку я вам показывала стоянку сколько машин это вы уже видели из предыдущих моих видео но вот сколько идет людей ребят ну меня просто это поразило и конечно же мечта организовать такую масштабную выставку у нас на Украине каждый раз когда еду на выставку возвращаюсь с этой мыслью что нам тоже нужна такая красивая выставка единственный момент единственное различие что у нас на Украине нет такого количества теплиц какое есть в Германии я думаю многие знают что по всей Германии около 20 теплиц есть это не просто маленькая тепличка у кого-то на огороде то есть это достаточно большая теплица и люди выращивают там орхидеи года два назад я вам показывала видео мы посещали несколько несколько теплиц когда у нас на Украине будет тоже несколько теплиц с орхидеями тогда я думаю что организовать такую выставку будет абсолютно не проблема такую масштабную да растения имеют что-то в себе такое магическое прям уходить не хочется мне хочется снять каждый цветочек завпечатлить вот прям каждый каждый я ходила практически с утра до вечера и только снимала видео невероятное растение смотришь на вот эти куртины на вот эти огромные растения большие кусты и понимаешь что в домашних условиях содержать такие растения немножко все-таки проблематично конечно при наличии теплиц вырастить такое количество разнообразных растений куда будет проще очень красивое растение ребят очень много экзотики разной варигатные листики растение уже само по себе красивое валькириана не очень оригинальный носик интересная растеха растеха и анцидиум анцидиумные тоже очень даже их достаточно много на выставке было цветов растущих но и опять любимый хизис красавчик нереальный красавчик что у нас зубы показывает нам свои удивительные цепки видите сколько цветочков хочется прям все но понимаю что действительно в условиях квартиры содержать большое количество растений действительно тяжело вот ручки чешутся ребят я понимаю да чтоб если бы ко мне бы кто-то пришел домой чужой и брал трогал мои цветочки я бы сказала ой-ой-ой как это нехорошо я я понимаю что да каждый каждый это осторожно делает вот хочется прям дотронуться до этой красоты подсветочка чудные чудные такие растения есть как разнообразна природа каждая экспозиция подсвечена поэтому не всегда удается заснять так хотелось бы но тем не менее и так получилось очень даже классно действительно на этой выставке много таких экземпляров которых не было на предыдущей на выставке кстати то что я вам говорила самом начале видео что одного дня недостаточно для посещения выставки я думаю что тот кто посетит ее впервые может даже и не понять первый день потому что когда мы впервые приехали на выставку и когда мне говорили что готовьтесь сразу на три-четыре дня я искренне была удивлена зачем мне ехать на три-четыре дня на выставку если можно зайти и за один день за один раз скажем так посмотреть посетить ее и этого будет достаточно все это понимание пришло тогда когда я попала на эту выставку и когда я увидела эти масштабы масштабы красоты смотрите на этот цветущий ежик словно травичка ну башмаки башмаки всякие разные красавцы удалые невероятные просто красота еще и бутоны красота распустили свои усы наклонился словно боком я тоже наклоняю голову для того чтобы его рассмотреть посмотрите какие усачи какие у них усище какая шикарная розетка кустик кустик с розеточками красавцы и этот какой нежный а этот лаковый а листья мраморные какие посмотрите какие красавцы невероятные с розовой губой такой чудо длинная одним словом можно это все назвать просто вот ходишь по выставке смотришь на эту всю красоту вот и наслаждаешься прям дендробиумы они словно цветущие палочки такие как ни одна девочка однажды сказала говорит люблю дендрики за их цветущие палочки и видео такими бульбочками грозди от цветов прям ванны всякие разные и маленькие цветущие тилансии и маленькие посмотрите какие дивные цветочки такие длинные тонкие цветоносы у них судя по цветоносу один цветок отцветает другой дорастает и цветет другой водопад красота ребят соломенная крыша соломенная крыша и мои любимчики очень очень мне нравятся психопсисы что такая интересная дымка влаги так а здесь вот вот я его решила заснять вот такой жучок невероятно в общем ребят красота моя бы воля я бы хотела бы каждые выходные просто посмотреть полюбоваться и расслабиться отвлечься от серых будней а я буду с вами прощаться пока пока и до новых встреч